За окном осень, а на душе весна? Или ты целый день улыбаешься и напеваешь любимый мотив? Скорее всего, ты влюбилась. И самое время подумать, в чем же идти на первое свидание. Привет! В эфире шоппинг-шоу «Одеться за 1000 секунд». Две участницы, два конверта с деньгами, десятки брендов под одной крышей и всего 1000 секунд, чтобы переодеться. Итак, мы начинаем! Анна Олейникова, 27 лет. Главным достижением в своей жизни считает рождение дочери, которой 8 месяцев. Алина Меркулова, 18 лет. Считает, что женщина должна уметь всегда быть эффектной. Участница, сумевшая закупиться быстро и со вкусом, получит от канала «Урал-1» выбранный комплект одежды абсолютно бесплатно. Победительницу определит независимая жюри. Ксения Зимина, стилист. Одежда за нас не говорит, она проговаривается. Алена Анискова, бизнес-леди. Верно подобранный образ – это залог успешного свидания. Татьяна Бакирова, управляющая в крупной компании индустрии красоты. В бешеном ритме городской жизни женщине важно не забывать о себе и о том, как она выглядит. Напоминаю, что по правилам нашей программы все участницы выходят на старт раздетыми. То, без чего невозможно покупать. Деньги в каждом конверте по 10 тысяч рублей. Девчонки, сегодня за тысячу секунд вы должны одеться на первое свидание. Вы готовы? Да. Тогда беги и покупай. Ну а я отправляюсь в тайную комнату, где вместе с жюри смогу наблюдать за преображением наших участниц. 16 минут, конверт. Я в лифчике и в трусах. Тут, 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 тут. Мне ничего не нравится. Вообще у нас такое задание сегодня. Первое свидание. Очень неоднозначное, так ведь? От того, как ты будешь выглядеть на первом свидании, многое зависит. Ведь если ты придешь на первое свидание в слишком короткой юбке, тебя твой партнер... Неправильно поймет. Да, неправильно поймет. А если ты рассчитываешь на долговременные отношения, ты должна выглядеть как? Ну, точно не превращаться в синий чулок. Надо найти какую-то золотую середину, и я все-таки за платье. Образ зависит от того, куда они идут на свидание. Аааа, господи! Где-то я здесь когда-то видела клевский отдел с крутыми вещами. Мне нужно что-нибудь одеть на первое свидание. Нужно какое-нибудь платье. Не успели мы произнести пары слов, как наша Аня уже в примерочной, значит, она что-то присмотрела. Черное платье. Черное платье. А Алина еще ходит. Еще даже не померила ничего. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, черное платье, это достаточно сложно. Оно должно идеально сесть просто по фигуре. Оно должно быть выполнено из хорошей ткани. Но если вариантов никаких других нет, то... Девушка, у нас нет маленьких. Ок. Маленьких размеров нет. Алина вообще потерялась, по-моему. Она заблудилась. Она выбрала отвратительный цвет. Она взяла два. Ну, это черное. Вот тут я заплачусь. Лучше черное, чем болотного цвета. Мало кому вообще такой цвет пойдет. Надо, мне кажется, быть огненно-рыжий, чтобы одеть такое платье. Мне вообще такой цвет не нравится. Оно повседневное. Оно не праздничное. Оно не для ресторана, не для первого свидания. Оно просто обычное платье, в котором можно час выйти в магазин. Она уже второй раз в мире, а Алина до сих пор ходит. Алина еще ничего не мерила. Но, судя по тому, что мы видим на экране, она несколько отделов с платьями прошла. Горошек? Господи, есть нормальные платья? Или тут нет ничего? Я думаю, это платье очень нежное. А вот это вот платье, то, что доктор прописал. На первое свидание? А, не очень. Сильно много кружева, по-моему, вообще. Перебор. Вот почему она зеленая в Антоне взяла померить. Мне кажется, зеленая было бы классно. Ужасные вот эти. Рукава на нее не сели. Как колокольчики. Это не ее платье вообще. Она выглядит совсем как ребенок. Как с детского садика, да-да-да. Хотя платье ничего такое. Да, вот такой вот образ. Очень маскарадный будет. Ну, то есть, чем его добивать? Красными лодочками и красной помадой. И на Алине это все будет смотреться реально очень карнавально. Вообще, это повседневное платье. Ну, я бы тоже сапоги делила. Сапоги обычные. Или туфли обычные. Я думаю, что в этом платье можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Не только на первое свидание. У нас Алина там выбрала что-то веселенькое опять, такое лялечное. Да-да-да. Она может исправить его огнем, например. Сжечь его просто, и будет прекрасный вариант. В смысле, вернуться к нам обратно в белье и сказать, что я вот так. И это, поверьте, это произведет впечатление на мужа куда больше, чем вот это вот сиротское платье. Ну, вот эти брюки, которые она держит, они по цвету, и то как-то поприятнее, чем вот сорочка вот эта вот. Вокруг нее, которая... Тут вообще ничего нет, вообще ничего. На самом деле сюда не подойдут ни лаковые туфли. Подойдут либо замшевые, либо ботильоны, поскольку это очень осенний вариант. Да. Длинный пол. Пол? Нет, даже нежелательно. Я думаю, то, что вот эти вот хорошо сюда будут. Мне кажется, что вот такие вот платья простые, они меня как бы в деревню превращают. Вы думаете так? Вот она его сейчас куда-то. Вот это! Что это? Жесть вообще! Это ужас! Мне нравится такое платье. И такой же цвет, как и у Анны. Может быть, сегодня день болотного сияния? Может, цвет покажет, какое у них сегодня настроение? Не, ну, ноги прекрасные. Это классная татуировка, там есть акцент уже дополнительный. Можно было как-то силуэт еще обыграть. Не таким примитивным образом, что, зная, что у тебя красивые ноги и есть уже там татуировка, то надо вот так вот платьишко, коротенькое наденье. Не знаю, как это красиво, некрасиво, по мнению судить. Но по мне это красиво. Ну да, мне вот нравится вот этот вот каблук. Мне симпатизирует, что это не шпилька просто, а он имеет определенную толщину. В нем удобно будет танцевать, в нем можно будет, не знаю, прям выплясывать какие-то там пируэты. Для свидания это хорошо, это мобильно. Да, я первая, я успела. Я не ожидала от тебя такого. На самом деле, я когда шла, у меня была картинка совершенно другая в голове. Это было черное маленькое платье, вежевые туфли. Но так сложилась ситуация, что я зашла в магазин, и мне понравилось с платьишком такого плана. И пришлось аксессуары уже подбирать более сложные, более заморочиться. Но то, что я пришла первая, наверное, говорит о том, что я сумела справиться с заданием своей соперницы. Я желаю, ну, если не победы, то хотя бы хорошего наряда. Потому что я не могла ничего себе найти. Мне давали какие-то цветочные платья, которые не по моей фигуре, не по моей внешности. Времени было очень мало, но как бы старалась быстро ориентироваться, искать. Мне, конечно, не хватает украшений сюда и какого-нибудь клача. Но так, в принципе, я довольна платьем и туфлями. Я предполагала, что будет какое-нибудь нежное платье, закрытое, с какими-нибудь так же яркими туфлями. Я вижу, что все участницы наши справились. И Анна, и Алина готовы к тому, чтобы мы вышли к ним и сказали им, кто же победил. Я думаю, что у вас мнение тоже сформировалось. Да. Мы что, отправимся к ним и расскажем им всю правду? Жюри готовы вынести вердикт, но перед этим я попрошу прокомментировать образ каждой из девушек. Девочки, вы молодцы, что вы уложились за такое короткое время и в такую маленькую сумму и подобрали наряды для вашего события, для первого свидания. Они очень оба подходят. Вы прям молодцы-молодцы. Ну, первое свидание – это очень ответственный момент. И, конечно, каждая девушка волнует перед выбором наряда. Ну, да, за 16 минут я бы даже дома не смогла одеться. Девчонки, большое спасибо за то, что показали всем, что такое настоящий хаотичный шоппинг. Я вот себя точно во всей этой неразберихе бы узнала. Потому что, несмотря на то, что профессия связана с тряпочками, собраться за тысячу секунд – это практически нереально. Но вы справились. Единственное, ну, поскромничали, правда, поскромничали. Чего вдруг такие грустные цвета, девчонки? Такие классные акценты, аксессуары, помада, туфли. А платья, ну, просто по цвету окорали. Честно, окорали. Но по правилам нашей передачи мы все-таки должны выбрать победительницу, которая уйдет отсюда в комплекте выбранной одежды, не заплатив за нее ни рубля, и сегодня побеждает… Единогласно Алина! Победительница нашей передачи Алина! Мы тебя поздравляем! Спасибо большое! Я очень рада, что поучаствовала в таком проекте. Да я, честно, даже дома не собиралась за 16 минут и не одевалась так быстро. А тут надо было еще и купить, и расплатиться, и выбрать, и быстро в голове сложить в уме. Ну, как получилось, так получилось. Аня, по правилам нашей передачи, ты должна будешь раздеться. Ну, я хочу сказать, что я с членами жюри не согласна. У меня платье было не грустное и не скучное, оно просто меня не затмевало как личность. Плюс ко всему я уложилась во время, я выбрала подходящие аксессуары, я выбрала туфли, и все это успела сделать за тысячу секунд. Вообще так абсолютно спонтанно согласилась на этот проект, и все так получилось неожиданно, и мне интересно было, очень прикольно. Приоткрою завесу тайны. Одна из наших сегодняшних судей в следующей передаче выступит в качестве участницы. Ну, а если ты хочешь стать участницей нашей следующей программы, пиши на электронный адрес канала «Урал-1», и, возможно, именно ты станешь обладательницей новой одежды, не заплатив за нее ни рубля. Субтитры подогнал «Симон»!